Привет всем! В этом видео я расскажу о том, как правильно расчесываться, покажу свои любимые расчески, расскажу почему они такие хорошие и также расскажу несколько секретиков. Поехали! По поводу моих любимых расчесок, как вы уже знаете, если смотрите мой канал, то я очень люблю расчески от Tangle Teaser. У меня их три штуки, одна более старая, поновее и вот эта вот даже еще в коробке. Последняя расческа для особых случаев, для записи красивых роликов и так далее. В коробке я держу, чтобы она не пылилась. По поводу вот этих расчесок, вот эта расческа, она видите, уже не держится. Она у меня для нанесения масляных масок, я благодаря ей распределяю их по всей длине волос. Также я этой расческой в основном расчесываю уже грязные волосы перед мытьем. Вот эта расческа у меня новая, ее достаточно сложно открепить и она серенькая внутри, мне нравится, что она такая минималистичная и стильная. И вот эта расческа тоже у меня достаточно длинные зубчики, удобно прочесывается и она очень красивая. Почему же я выбираю именно эти расчески? Все просто. В этих расческах нет зазубринок на конце зубчиков. Второе. Их очень легко мыть. Самое главное, они совершенно не вытирают волосы. Когда волос в фазе телогена, то есть когда он уже собирается выпадать после 5-6 недель стабильного нахождения в коже головы, он в любом случае выпадет. И вот эти расчески, они не травмируют волос по середине волоска, то есть если он выпадает от корня, это даже хорошо. Скоро на том месте вырастет новый волосик, анаген и это будет здоровый новый волос. А когда расчески травмируют волос по середине роста, то есть когда они у вас очень поврежденные, секутся и он может сломиться прям по середине. И тут уже нужно очень тщательно подходить к выбору расчески. Очень важно своевременно мыть расчески. Я это делаю часто, почти перед каждым мытьем головы. Я беру расческу, новую зубную щетку, которую я специально приспособила для мытья расчесок. Наношу на нее гель для душа или шампунь или любое другое мыло и просто начинаю мыть. И ставлю ее на полотенце, чтобы она стекла и высохла самостоятельно. После того как расческа высыхает, я иногда наношу масло лаванды, буквально одну капельку, чтобы просто она приятно пахла. И на волосах оставался романтичный шлейф лаванды. Когда же расчесывать волосы? На самом деле расчесывать нужно, когда они запутались. Нельзя допускать, чтобы волосы запутывались в колтуны, чтобы потом, не дай бог, вы их еще и выдирали. Я всегда ношу расческу с собой и мне это помогает, во-первых, выглядеть хорошо, потому что когда волосы расчесаны, это выглядит опрятно. И, во-вторых, не допустить образования каких-то узлов и так далее. Хотя я уже не помню, когда у меня последний раз был колтун на волосах. Я расчесываю волосы перед мытьем головы. Это просто очень важно, потому что если мы не расчесываем, то мы не сможем, во-первых, возможно смыть всю грязь с кожи головы, которая будет стекать с шампунем вместе. Также мы, возможно, не сможем расчесать потом без проблем после мытья головы волосы. То есть мы просто делаем профилактику образования колтунов и повреждения волос. Также важно правильно расчесывать волосы после мытья. Я сейчас пойду помою голову, потом приду и покажу вам, как правильно расчесывать волосы, когда они уже немножко высохли. Вот, я помыла волосы, они у меня уже почти высохли, но немножко еще влажноватые, видите такие? Вот как раз-таки на этой фазе начинаю расчесываться. Перед каждым расчесыванием чистой головы я обязательно эту расческу мою или хотя бы убираю старые волосы и протираю сухой щеткой. Ну и теперь как расчесывать? Я начинаю расчесывать с кончиков, то есть я беру все волосы в руку, зажимаю большим пальцем и начинаю аккуратно водить с двух сторон. Кончики у меня уже достаточно такие прочесанные. Ну и двигаюсь дальше. Перехватываю повыше и опять начинаю. Ни в коем случае не дерите волосы, если вы чувствуете, что расческа застряла, не нужно тянуть вниз. Остановитесь, попробуйте опять снизу начать прочесать. И посмотрите, если там образовался колтун какой-то, то возьмите и аккуратно его распутайте. Если же не получается, то вы можете взять средство с силиконом. Я пользуюсь вот таким средством. Также у меня есть средство от CP1, но мне это средство, если честно, так себе нравится. Я больше люблю такие вот несмывашки с масс-маркета. Можно просто немножко выдавить на пальчик, совсем чуть-чуть, небольшую капельку, растереть и нанести на то место, где образовался колтун. И попробовать еще раз прочесать. Скорее всего получится. Ну и также проходим по длине волоса. Зажимаем все выше и выше, двигаемся к голове. И как только мы прочесали всю длину волоса, только потом уже убираем руку и пытаемся прочесать всю длину. Перед, после мытья я еще ни разу не расчесывалась. И вы видите, что у меня волосы достаточно такие нормально расчесываются, без проблем. Не образуется никаких колтунов. Дело и в расческе, и в том, что я пользуюсь несмывашками, и что волосы у меня здоровые. И так расчесываем всю голову. Все, я расчесалась. Это заняло совсем немного времени. Вот столько волос у меня выпало, и это норма, потому что я помыла голову, и старые волоски, которые готовились уже выпасть, они ушли. Я просто снимаю с расчески волосы, все, и выбрасываю их. На протяжении дня расчесываюсь примерно, я не знаю, я не считала, но 5 раз, может 7. Это обязательно расчесывание утром, это расчесывание в середине дня пару раз, и вечером перед сном тоже я обязательно прохожусь расческой по голове и волосам. Ну что, я надеюсь, вам понравилось мое видео, надеюсь, что оно было полезно для вас, и выпустит для себя что-то необходимое. Если же у вас сильно ломкие и секущиеся волосы, то я советую вам посмотреть мои видео про маски с маслами, почерпнете для себя очень много интересного и полезного. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. Здоровых вам красивых волос, и удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok